ГОМЕЛЬ 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 В первую очередь мы честим память людей, которые отдали свою жизнь за нашу страну и вообще за освобождение мира от немецко-фашистских захватчиков. И цена этого освобождения, она очень велика. И поэтому я считаю, что такие мероприятия должны проводиться. Акция «Услава огульной перемоги» завершится 9 мая 2020 года, в день 75-го года «Великой перемоги». Капсулы с землей разместят в храме помнику «Угонеруссих святых» в Минску. В открытых акционерных товариствах, размещенных на территории Гомельской области, укороняют элементы корпоративного кирования. Зараз они действуют на 204 предприемствах. Это 89% от огольной колькости. Эффективное корпоративное кирование в сучасных умовах стало необходимой, складаючи развитие предприемств и притягнение инвестиций. Активная работа в этом на керунку распорчалась с ответственного доручения у Рада и распроцовки методичных рекомендаций Министерством экономики совместно с Державным комитетом по майомостям. Документами предугледжены несколько элементов. Затверджение корпоративного кодексу и створение органов кирования акционерного товариства. Это, например, огольный сход акционеров и Назиральный совет. Особная увага надается Институту незалежных директоров. Как правило, их запрашают для развития стратегии предприемства. Это могут быть как девочие, так и были топ-менеджеры. Причем на одном акционерном товаристве их может быть некольким. Зараз в регионе у состава Назиральных советов 20 акционерных товариствов обраны 28 человек. Для того, чтобы создать условия и помочь нашим акционерным обществам привлекать независимых директоров к себе, комитетом ведется активная работа на сегодняшний день. Нами уже сформированы требования к лицам, которые могут быть включены в реестр независимых директоров. У нас на сайте создан специальный раздел, посвященный корпоративному управлению. Там размещены эти требования и заявка. Поэтому мы очень ждем обращений заинтересованных лиц, которые соответствуют этим требованиям. И возможно, что уже в следующем году они будут избраны в составе Наблюдательных советов. Прихожусь с природы, уникальные исторические объекты, развитая туристичная инфраструктура. У Светлогорском районе прошел пресс-тур для представников украинских туристических компаний. А так же индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией экскурсии. Разом с ними привабенность маршруту оценили наши корреспонденты. Починается пресс-тур со знакомства с историей района. Это место сбирая вандроников из всего мира. Тут находится самое великое похование о хвере Великой Чинной войны в Беларуси. В студии 1944 года фашисты спалили вез Куалу разом с ее же харами. Загинули 1758 человек, больше полов из которых – дети. На территории похования проводится активная работа по добропорядке войне. Дякуючи финансовой поддержке мясовых предпринимателей, заявился вот этот памятный знак. Планируется в дальнейшем здесь построить мемориал. В интернете уже можно увидеть проект, по которому его планируют построить. Ну и ведется сбор денежных средств. Я думаю, что желающие могут поучаствовать. Замежным гостям демонструют скульптуры, які будуть размещены на мемориале. Пакульяны знаходятся на территории санатория «Серевранные ключи». Тут их робили летом, подчас международного пленера, майстри из всей краины. Далее делегация накеровывается по будинках санатория. Гостей знакомят с медицинской базой и пропонуются попробовать уникальную лечебную воду. В центре уваги так само покои для отпочивающих. Все отповедает стандартам комфортного отпочинку. И не дивно, что санаторий «Серевранные ключи» сегодня запотребованы с Роджихаро России, Украины и Прибалтики. Основными отличиями нашего санатория от других санаторий в Республике Беларусь является несколько. Это первое, свой уникальный источник природной минеральной воды, расположенной на глубине 350 метров, скважина глубиной 350 метров. Это великолепное объединение всех корпусов санатория переходными галереями, для того, чтобы людям было удобно из жилого помещения переходить в лечебный, из лечебного в столовую и наоборот. И, на мой взгляд, санаторий «Серевранные ключи» является оптимальным санаторием по критерию цена-качества. Поправить здоровье можно и на наступном объекте, однако лечить тут не медики, а сама природа. С давних часов мясовые жихары верили, что Крыница Ясачка володы отсудотворной силой. За водой приезжали навод самых отдаленных вёсок. Вядома немало фактов, коли вода с Крыницы допомагала людям у самых безвыходных ситуациях. Еще год тому этого будинка не было. Его створили мясовые энтузиасты, после добро порадковали территорию в окол. Еще одно знаковое место для Светлогоршины – мемориальный комплекс «Багратион». Тут размещены памятный знак, окопы, музей, выстава военной техники. Наведывальники могут деталево ознайомиться с усими этапами подрыхтовки и проведения знакомитой военной операции. С радостью сегодня ознакомились с историческим достоянием Гомельской области. Я думаю, будем рекомендовать жителям Украины, в первую очередь жителям Черниговской области, которая по соседству и нам по расстоянию, это очень близко. Мы будем рекомендовать приезжать обязательно в Беларусь, отдыхать, оздоравливаться. Мы сегодня посетили замечательный здравительный комплекс, набираться сил, здоровья, чтобы была возможность путешествовать дальше и дальше по Беларуси. Мы всегда сами тоже с охотой принимаем их приглашения, выезжаем к ним. Это сотрудничество налажено уже на протяжении нескольких лет и активно мы друг друга поддерживаем в сфере развития туризма. Добрая традиция проведения подобных туров заховается. Один из них на территории Гомельской области плануется так само в этом месяце. До дела запрошены и представники российских туристичных компаний. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Больше 230 тысяч детей примут удел у акции «Наши дети». Добрачный марафон стартовал сёня. Особливую увагу по традиции нададут детям, которые трапили у тяжкую житёвую ситуацию – сиротам и выхованцам детских домов, детям с обмежеваниями по здоровью и маленьким пациентам больниц. Усяго по краине вызначено больше 130 установ, які примут материальную допомогу от разных организаций у рамках акции. У нашей области удельниками святочных мероприемствов станут 67 тысяч детей. Самой яркой подеей акции станет головная ёлка краины у Палацы Республики с уделом президента. Головная ёлка города за зя и новогодніми огнями уже завтра початок урачистостей на площади Ленина у 18 годин. Увагуле у Дні Святого гомельчан порадуюць 24 ёлки у самых розных кутках областного центра. Які яшчэ сюрпрызы чакаюць жахару і гостей города, сёній розказалі журналістам падчас прес-конферэнцэй у гомельскім гарваканкамі. Подробязнасті далі ёсюжэці. Піксельная анімація наголовной ёлсу города стала новоувідзеннім минулого Нового года. Яе дапрацавалі і шакаюцца, што сёлята – зяленая прыгажуння паўстанія ёшшо больш ярка і прыгожай. А па сусістві з ёй размістяцца сёлітня жамчужына святочнага комплексу – музычны сад. Тэматычная пляцовка з симваламі наступаючага года і белоснэжными древамі, лавамі заняла площу ў 400 квадратных метров. Музычная праграма будзе супроваджацца святлавымі эфектамі. Рэпертуар складзіны з любімых ўсімі пакалэннями компазіцій, прысвечэных святу. Як азнашаюць спеціалісты, праект достаткова складан із технічного боку. Вот этот маленький наш музыкальны сад с маленькими гирляндами, он імеет 2500 пікселей, паўляецца четырьмя контроллерам. Вы паўнімаецца, насколька технічаска сторона как бы ушла, усложнилась. Тэс, задача в том, чтобы музыкальна сопровождзіне, музыка сопровождалась святавымі эфектамі. Ну, стараемся, чтобы они были максимально інтересны. Навацы чакаюць і сквер, і мяграмыкі. Тут працягнуць реалізоваць концэпцію мініатюрных славутостів. Два новыі аб'єкты – Глобус і Нясвіжскі замак. А святочны іллюмінацыі абіцаюць здзівіць ў кожным з районів Гоміля. Падрыхтаваліся і аб'єкты Гандлю. До Новага года на площы Паустанні пройдзе шэсь кірмашоў, дзе можна будзе набыць товары да свята. Покупніков будзе приймать дві зоны. Всего участвують на площади Ленина порядка 20 суб'єктів хозяйствання. І, мабуть, 10 ремесленников точно уже заявились на то, щоб реалізовувать свою продукцію в предновогодні і новогодні праздники. Режим роботи торговых аб'єктов в будні дні будзе начать роботу з 15-ти, заканчувать в 22.00. Пятнице, субботе воскресенье і выходные дні з 15-ти часов до 23-х пятнадцати. Так само зараз прапрацовується расклад руху громадського транспорту подчас новогодніх урошистостів. Полну інформацію у ближайший час можна будзе отримать на сайті Гомельського гарвиканкама. Дмитрий Котов, Ольга Коновалова, Ігор Маришенка, Телерадиокампанія «Гомель». У Гомельським обласным драматичным театрі отбилося урошистое закрытие 14-го міжнародного фестивалю «Славянське театральне сустрече». Журы фестивалю падвело выніки і присудзіло 4 спеціальні прызы і 8 дипломов пераможців. Лепшим спектаклем фестивалю названа комедия «Ревізор» Национального академічного театра «Імя Купалы». Двое актёров, які були задзенічені у спектаклі, Віктор Манаю і Павел Харланчук-Южаку, стали пераможцами у номінації «Лепшая мужчинская роля». А прызы номінації «Лепшая жаночая роля» досталіся гомельським актрысам Галіні Анчишкіной і Валерій Лагута. Обе дзві артысткі працують у гомельським городським молодёжным театры. Поспіх їм прынес спектакль пад назвай «Королева прыгажості». Лепшим актёрським ансамблем прызнана творчая група спектакля «Вячера по французску». У їм ролі виконалі актёры гомельського обласного драматичного і Чарніговського музично-драматичного театра «Імя Шалченкі». Спеціальний прыз журы «Лепший дебют» на професійной сцені уручили режиссёру-постановшику Даніилу Філіповічу за спектакль «Рыба маёй мари» у гомельського драмтеатра. Уладальникам яшедної спеціальної узнагороди за актуальність звороту до теми войны і за ширость сценічного висоблення став Мазирський драмтеатр «Мя Мележа» за спектакль «Маці». У обласным центре визначили самую пригожжую і упевненую у собі гомельчанку. Титул «Міз Гомель-2019» отримала Поліна Галамазова. Її обралися род 14-ти удельниц. Переможця конкурсу працює парикмахерам у салоні пригожості. У програмі «Фіналу» дзявчіны чатырі разы выходзіли на сцену для демонстрації розних вобразів. Однак, концепція конкурсу «Міз Гомель» прадуглежана оценка не толькі знішніга выгляду удельниц, а яшчай моральних якостів. Одно задання – подрыхтовка відеазворота у дзявчин на конт громадських проблем, що і хвалюєць. У тим ліку глобальних. Перед тим, як прагушала імя «Пераможця», глядачі доведаліся, когось родудельниця бралі самій спортивній, а так само дружелюбній, стыльній і популярній. У тройку лєпших, окрімя «Міз Гомель», ввайшлі так само владальніці титулов «Міз Глядацких симпатий» і «Віце-міз». Ножки підкосились. Очень неожиданно було, на самом деле, потому що сильні були конкурсантки. Всім спасіба за підтримку, які прийшли, підтримали, дівчинам, які до конца дружили все вместе. І надіюсь, що ми будемо підтримувати зв'язь. А крімя корону і шматліких подарунок від спонсорів проєкта, «Пераможця» отримала головний пріз – сертифікат на набутті ноутбука. Узнагороды уручили і юным музыкантам. У Гомеля узнагородзіли пераможців 17-го міжнародного дитячого конкурсу «Музыка надзея», який на протягу тыдня проходив у коледжі Мастацтва ім. Соколовського. Все летотворчий форум собрав більш як 60 юных виконавців з Беларусі, Росії і України. Яны споборнічали у ігры на фортепіану у троху зростових групах. Для конкурсантов гэта і творчая споборніства стала шансом для реалізації таленту, а для журы можливостю відкрыти нові ім'я. Цей конкурс без прецедента, я можу сказати, смело, по количеству талантливих дітей, і, що дуже важливо, ми від слышимо, як який педагог за ним стоїть, по количеству удивітельних, талантливих педагогів, як в столиці, як в областних центрах, так і в самому маленькому місці. Переможці конкурсу «Музыка. Надія» отримали гонорові дипломи і премії. Особна жура відзначила викладчика у юних конкурсантов. Гран-при музичного споборніства сьоліта досталося гамельчанце Мирославе Гриньковой, яка займається у дітячій музичній школі мастацтва у номер один і м'яч Айковського. Я вже займаєш шістій год фортепіано, у мене іс талант к нему, і мені очінь нравіться даріць людям музику. Я мечтаю стати будучим великій піанисткій. Лаураты конкурсу прайнялі у дзіл у заключнім галаконцерці. Нагадаєм, перший міжнародний дісячі конкурс «Музыка. Надія» відбувся у Гоміле у 1996-м годі. С тих часів конкурс збіраў на гомірській сцені юних виконавців з Біларусі, Расії, України, Польщі, Молдовы, Румынії, Болгарі і Латвії. Гэта і інша новіна ви можете знайсці на нашім сайці у інтернеті па адресі www.tvrgomil.by. На гэтым випуск завершений. Дзякую за увагу. І до зустрічі у ефіре. Ефір телеканала «Білару-4» продалжає де-факто. В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сатруднікі наркоконтроля із'яли у гомільчаніна крупну партию некурительного табачного изделия на свай. Напомню, продажа табачних смесей, предназначенных для сосання или жевания, у нас запрещена. Коробки с веществом были обнаружены и изъяты в ходе осмотра подворья и хозпостроек 46-летнего мужчины. По информации сотрудникам наркоконтроля, на свай предназначался для незаконной реализации на рынке в Гомеле. В результате было обнаружено и изъято почти 29 кг некурительного табачного изделия на свай. Это практически 960 доз на сумму почти 3 тысячи рублей. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 16.10 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Судом Центрального района Гомеля за незаконные действия с некурительными табачными изделиями правонарушителю назначено наказание в виде 8 суток административного ареста. Сводки ГАИ в прошедшие выходные пополнились целым рядом серьезных происшествий. В пятницу вечером в деревне Еремино Гомельского района на пешеходном переходе была сбита 16-летняя девушка. 41-летний водитель на автомобиле КИА двигался по улице Советской и не пропустил двух пешеходов. Пострадавшая жительница Ветковского района с телесными повреждениями госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы. Знакомая, переходившая дорогу вместе с ней, успела увернуться и не пострадала. По предварительной информации, водитель КИА был трезв. Через несколько часов в самом центре Гомеля 18-летний водитель со стажем вождения менее месяца на «Фольксвагене» совершил касательное столкновение с попутно двигавшимся городским автобусом. От удара легковой автомобиль ушел в неуправляемый занос и на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем «Мазда» под управлением 22-летней девушки. В результате 28-летний пассажир «Фольксвагена» получил телесные повреждения и был госпитализирован. А вчера в пригороде Гомеля на Черниговском шоссе 55-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пола», совершил столкновение с «Ауди-80». По предварительной информации, водителю автомобиля «Фольксваген» в пути следования стало плохо, он потерял сознание, из-за чего автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ауди-80». Водитель «Фольксвагена» госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы с диагнозом «обширный инсульт». В травматологическое отделение этого же медучреждения доставлен и водитель автомобиля «Ауди». И еще одно дорожно-транспортное происшествие попало в объектив камеры нашей съемочной бригады уже сегодня утром. На улице Ефремова водитель ровера на островке безопасности снес опору дорожного знака. Часть металлического столба осталась в земле, и иномарка зависла на нем, как на стеле. По словам водителя, двигаясь по левой полосе движения, его подрезал другой автомобиль, и, уходя от столкновения, он вынужден был принять влево. На его пути оказался дорожный знак. К счастью, пешеходов в этот момент не было, в машине также никто не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверку. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. На пути к финалу четырех гомельская волейбольная команда «Энергия» одержала победу в первой игре четвертьфинала Кубка Беларуси. Двухмачевое противостояние с Витебским маркой ВГТУ подопечные Дмитрия Лихорадо начали на домашнем паркете. Дружины в нынешнем сезоне уже встречались. Игра чемпионата состоялась в начале ноября в Витебске и завершилась победа энергетиков 3-1. В первом кубковом поединке борьбы не получилось. Намек на то, что гостевая команда может зацепить соперника, появился только в третьем сете. Два предыдущих «Энергия» выиграла без особых проблем. 25-12 и 25-17. В третьей партии витебская команда сумела преодолеть рубеж в 20 выигранных розыгрышей. Однако энергетики в концовке концентрацию не потеряли. И оформили победу 25-20. Дома всегда играть легче. Кроме шести человек на площадке великолепная поддержка наших зрителей. Поэтому по-другому никак. Ну и досконально подготовились к этой команде. То есть разобрали, посмотрели игры предыдущие, которые мы с ними играли. То есть сделали выводы, работали над этим целую неделю. Поэтому такой результат. 14 декабря команда сыграет в Витебске. Победитель противостояния получит путевку в финал четырех кубка, который с 20 по 22 декабря примет Брест. Гонбольный клуб «Гомель» проиграл столичным «Муска» в очередном матче чемпионата Беларуси. Армейцы на выезде обыграли команду Сергея Цыганкова 37-28. В других поединках БГК имени Мешкова выиграл у Машеки 40-24, а Крунал был сильнее БГУФК СКА 36-31. Состоялись два поединка 11-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В столичном дерби охрана «Динамо» была сильнее «Динамо» БНТУ 5-4. Гомельский ВРЗ в Щучине разгромил местную одноименную команду со счетом 10-4. Четырьмя голами в этом матче отметился Евгений Рогачев. Завтра гомельская БЧ ждет в гости Борисов 900. Матч на арене спорткомплекса «Локомотив» начнется в 18.00. Параллельно в Орше встретятся Виттен из столицы. Светлогорские ЦКК свой матч 11-го тура против «Дорожника» проведет 21 декабря. В Гомеле завершилось первенство области по гребле академической на тренажерах «Концепт». По итогам двух соревновательных дней в командном зачете победу одержали спортсмены из Гомеля. На второй строке расположились гребцы из Мозыря, на третьей – жлобенчане. Четвертое место заняла дружина из Светлогорска. Сильнейшие спортсмены отправятся в составе сборной области на первенство Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok